всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня у меня знаменательные события на сорок восьмом году жизни я таки собрался и решил попробовать амара вот уже почти пять лет живу в 20 километрах от моря и регулярно прохожу мимо прилавков с этими морскими раками но сегодня таки решил не проходить мимо даже как-то волнуюсь для того чтобы распробовать вкус нового для меня продукта я руководствуюсь следующим правилом в первый раз готовлю его максимально просто чтобы прочувствовать все нюансы все оттенки вкуса но затем уже когда пойму что из себя продукт представляет можно как-то особенно образом поизгаляться и так вот у меня парочка омаров я вообще купил их замороженных и очень медленно размораживал в холодильнике ну и кроме омаров еще понадобится зелень сливочное масло лимон и табаско в качестве способа приготовления выбрал довольно таки популярные наших краях но сейчас увидите для начала надо отделить хвосты собственно по этой методе именно хвосты и готовятся клешни можно пустить на какое-нибудь другое блюдо ну например отварить и сделать салат по принципу крабового а теперь панцирь надо вскрыть можно конечно использовать для этого дела нож но панцирь жесткий и нож жалко поэтому я воспользуюсь ножничками кстати тоже спонсорские самороски делаю разрез вот здесь до самого кончика хвоста панцирь между прочим достаточно колючий снизу и надо постараться вынуть мясо аккуратненько как эта процедура проделывается я видел много раз но сам ни разу не пробовал надо как-то вот так вот вытянуть но не отрывать полностью от панциря как-то так и то же самое со вторым конечно не забудьте удалить кишку если найдете теперь совсем немного приправ соль черный перец гранулированный чеснок можно и свежий но свежий норовит духовке подгореть а это не добавляет очарования амару немного сладкой паприки теперь такой же гранулированный или сушеный лук и чуть-чуть лимона самую каплю и сюда тоже много ароматного оливкового масла естественно extra virgin и растереть ароматические вещества большинство своем жировостворимы вы знаете поэтому такое смазывание маслом сделать процесс ароматизации всего рака более равномерным к тому же предохранить его от пересыхания в духовке первый этап завершён отправлю этих морских раков в духовку на 15 минут температура 180 градусов верхний и нижний нагрев и пока хамары запекаются подготовлю масло из-за которого собственно это блюдо и называется частенько багаванта талерна кон манты кия переводе означает багаванта но это амар то есть получается у нас амар в духовке с со сливочным маслом он такие-то сливочное масло по сути это обычные ароматизированные зеленью сливочное масло я взял кинзу но чаще используют петрушку тут кому что больше нравится надо помельче нарубить и добавить к маслу размягченному и перемешать и для остроты добавлю буквально пару капель табаско тут на самом деле лучше бы подошел мексиканский ну или латиноамериканский сальса бердо он немножко отличается от того сальса бердо зеленого соуса который я вам показывал который готовится в наших краях там не только трава пряная пряная зене оливковое масло и лайм или сок лимона а там еще присутствует зеленый острый перец зеленый чили и зеленые томаты ну вот я только табаско капну вот так ну и подожду запекание продолжаем разговор только что вытащил раков из духовки и сразу же пока не остыли натираю их маслом обильно души сливочное масло все сладковатое за счет лактозы а здесь кроме этой сладости еще и ароматы травы еще и кислота и острота табаско супер и теперь вот это вот красоте еще на 4-5 минут в духовку и еще немного ожидания и вот он результат очень очень быстрый ну я надеюсь что вкусные думаю что они разочаруют так давайте наверное слушать он такой мягкий обалдеть мне даже я ожидал чуть более жесткого ну-ка это вкусно однозначно это очень мягко и на удивление совсем не похоже на на речных раков значит крупных тем более на креветок те какие-то очень плотные по вкусу такие хрустят а этот расползается как кусочек масла возможно это потому что он был заморожен там разморожен может быть потому что его готов по этой схеме запеканет надо еще творить попробовать но вкусно реально вкусно были бы ничего подешевле я бы наверное гораздо чаще ел ладно доедать буду за кадром чтобы у вас не вызывать слюн отделения огромное спасибо вам за компанию порадуйтесь за меня у меня свершилась так сказать на 48 году жизни проба нового блюда отдельное спасибо спонсору самури за предоставленные ножи и за спонсорскую поддержку благодаря спонсорской поддержке я могу выпускать эти видео так часто как мне хочется ну а вам за компанию всем пока